В шестой школе сегодня учатся почти две тысячи детей. Новый модуль начальных классов позволит принять еще порядка четырех сотен ребят. Строительство идет под контролем главы Анапы. Юрий Поляков приехал лично проинспектировать ход работ. Увиденным остался доволен. Мы сейчас ведем разговор о том, чтобы может быть и детям, и родителям, и жителям будет приятно, если мы это сделаем в сентябрю. То есть я приехал к ним, разговариваю о том, чтобы как-то ускориться, усилиться, потому что управление, образование свои аукционы ведет. Мне нужно, чтобы он до сентября это закончил. Каждый день на планерках мы рассматриваем все эти вопросы. Социально значимые для нас и для наших жителей это многодетные, это сироты, это садики, это школы. Это вот вопросы номер один. Конечно, нам и нашим жителям нужно много. Нужны дороги, тротуары, но нужны и школы, нужны садики. Все нужно делать. Строительная площадка разделена на две части. В первой будут учебные классы, во второй – актовые и спортивные залы. Соединит их общий цокольный этаж. Масштабы впечатляют. На этом этапе рабочие использовали более 2000 кубометров бетона и порядка 200 тонн арматуры. Только один этаж здания занимает 2500 квадратных метров. Это капитальное строительство, есть проект. Здесь монолитный цокольный этаж, перекрытие колонны, ригели монолитные, стена, будет кирпич, газоблок. Внутренние перегородки там тоже частично кирпичные, частично ГКЛ. Директор школы Татьяна Боровая каждое утро начинает с посещения строительного объекта. Новый учебный корпус также станет частью ее школьного хозяйства. Поэтому руководителя интересует все – от утепления стен до прокладки коммуникационных сетей. Стройка идет достаточно качественно. То есть подрядчик у нас хороший. Проблем с подрядчиком, с, насколько я в этом понимаю, качеством выполнения работы, тем, что мне докладывают люди, которые со стороны муниципалитета следят за строительством. Стройка выполняется качественно, потому что мы понимаем, что это объект социального значения. Здесь будут учиться, безусловно, наши дети, тем более малыши. Поэтому все должно быть выполнено так, как это положено по всем нормам строительных работ. Сегодня продолжается набор детей в начальные классы. Родители более ста будущих первоклассников уже написали заявление о приеме детей именно в шестую школу. По заверению строителей, пристройка должна быть готова к началу учебного года. Руслан Душевский, Анапа, Регион.